Вся продукция у нас штрих-кодированная, подписанная, каждый палет мы знаем, что в нем находится. Он ударил в медный таз и скричал карабарас. Это из детства же, это классика бани, это медный таз. Цех производства изоляции, которым мы режем цилиндры и кольца для дымоходов. Хочу сказать, зимой, если сюда положить снег, он не должен таять. Всем доброго дня, с вами компания Печный Мир. Сегодня мы приехали в Пермь, в компанию Теплох и Всухов. Сергей Геннадьевич нас встретил, спасибо. Сейчас мы пройдем, посмотрим что-нибудь интересное. Да, посмотрим что-то интересное, как вообще мы упаковываем, как отгружаем, посмотрим производство и расскажем какие-нибудь нюансы. Особо секретов не раскроем, но что-нибудь расскажем. Здесь у нас зона отгрузки и готовая предупакованная продукция готовится к отправке своим клиентам. Как видите, вся продукция у нас штрих-кодированная, подписанная. Каждый палет мы знаем, что в нем находится. Вот, пожалуйста, все это упаковочный лист, все ассортимент, что внутри находится, номера, чтобы не перепутать, заказы, полный перечень. Чек получает, можно проверить. Да, штабелером ставится в транспортное средство и везется. Мы даже не разбираем всю продукцию, потому что в дороге можно повредить. Если это упаковано, повредение может быть минимальное. У нас задача, чтобы упаковка доехала до магазина. И чтобы потребитель потом мог получить упакованную продукцию и во время монтажа как-то ее использовать, как прокладка, когда уже достанет после монтажа, как только ее не использовать. Невероятное количество вариантов. Терминальчик, которым, как говорится, пропикивается через штрих-код и это позволяет сборку сделать точной, ничего не забыть. То есть, если накладная есть и последняя, убирая с этой накладной, когда мы ставим сюда, мы добиваемся стопроцентного незабывания товара для заказчика. То есть, если забыли, то это остается. Да, конечно, конечно, она остается. Что-то еще не положило. Что-то надо сделать. Что-то нужно сделать. Где-то в углу посмотреть. В Перми у нас склад Осаной, безусловно. Затем у нас склад Новосибирске, в Москве, в Питере, в Краснодаре и в Челнах. Пожалуйста, луч света в темном царстве. В принципе, так хранятся дымоходы. Так правильно должно храниться. Каждая номенклатура на своем месте. Проблема в дымоходах, потому что большое количество номенклатур. Сладская программа, порядка 1600 уникальных СКЮ. Это, так скажем, основной товар, который постоянно отгружается. Да, сладской, который хранится на складе. 1600 единиц. То есть это надо где-то их хранить, чтобы потом собрать. А прежде чем, чтобы хранить, это все нужно выпустить. Каждая номенклатура выпускается определенной партией. И поэтому вот такие большие остатки в дымоходах. Обычно трубы выступают как основа. Такая площадка, где мы можем докомплектовать чем-то. Что-то еще сверху поставить. Потом терминалом, сбором данных проверить. Не забыли ли чего. Не положили ли лишнего. Ну и для того, чтобы в процессе транспортировки до непонятно куда, до вас и дальше, можно было бы быть уверенным, что товар доедет. Ну и в такой упаковке она доходит нормально. Она сжимается, она эластичная. Она ее сжимает, весь товар сжимает. После этого мы еще в машине делаем определенные распорочки, чтобы она не болталась во время транспортировки. А чаще всего как фурами отправляете? Ну, конечно, фурами. Ну, транспортными компаниями отправляем тоже, но в большей степени фурами, да. Одним из главных элементов подготовки для производства дымоходов является раскройка лазером. Именно лазером у нас никогда не было плазмы, потому что лазер дает очень точный и качественный чистый рез. Три лазера у нас не справляются, работают чуть ли не круглосуточно. Ну, вот они лазер дают очень точный, качественный рез. То есть, значит, точная заготовка, которая каким-то образом потом, ну, вот это, по-моему, фартук, да? Фартук. Фартук, площадка копится и идет в дальнейшую, в дальнейшую обработку. Вот здесь видно прямо, да, точно, ну, так сказать. А это уголки для хомутов. К тому, что очень тонкая работа. Да, и чистая, чтобы не было окалины. А вот смена листа, вот готовые продукции. Да, лазер получается там, вот здесь уже. Да, пока режем, пока режется стол, значит, здесь изделие разбирается на составной части. Как это так? Ну, это место, с чего начинался теплофисухов, это изоляционные заготовки для теплоизоляции, для энергосбережения. Ну, вот у нас, как типа элементы музея, осталось и обработки цинка. Здесь у нас сосредоточен поперечная резка, станок фигурный резки, виброножницами. Ну, здесь вот все изоляция. Здесь мы медяшки наши делаем. Ковшики. Ковшики, черпачки. Это тоже что-то новое, так скажем, чтобы к банной индустрии ближе. Ну, ну, он ударил в медный таз и скричал карабарас. Это из детства же, это классика. Баня – это медный таз. Почему? Потому что медь – единственный материал, который… Это сплав, не покрытие, не как, в отличие от цинковки. Его можно хоть как спаять, и… Да, это вообще классика. Для бани. Как и для бабушек, которые варили в нем с медью варенье. Для лучшего вкуса. Ну, вот здесь с этого мы начинали. То есть, это полностью вот этот, так скажем, цех, его было достаточно для начала, для… Ну, именно для той работы, которую начинали, потом уже… Ну, да, нам казалось, что достаточно, а потом поняли, что очень недостаточно, и постепенно, постепенно стали… До сих пор это… Берешь один станок… Да, берешь один станок, и понимаешь, что нужно еще два. Примерно так. Станок… Станок раскроя виброножницами с ЧПУ, с компьютером, который может фигурные элементы вырезать из оцинковки, нержавейки, но в основном предназначен для цинка, для изоляционных заготовок. Отводы, врезки различного, фигурные элементы для теплоизоляции. Покрытие теплоизоляции. Цех производства изоляции, которым мы режем цилиндры и кольца для дымоходов. То есть, он вовнутрь вставляется? Да. А где-то есть элемент, который увидеть уже готовый? Готовый, конечно, есть. То есть, вообще, изначально материал приходит в куб, да? Да, блок. 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 Которым мы пилим. Давайте посмотрим. Мы все равно найдем. Ну, вот готовый материал. А вот он. Вот это уже готовое изделие. Собираем. Оно по всей линии идет или кусочек? Метро. А потом уже вставляется. Да. Либо кольцо, как заглушка. А наполнения же разные бывают. У вас тут именно такая технология. Да. Потому что при этой технологии, получается, изоляция гарантирована на всю высоту дымохода. Сэндвича. А усадка бывает у них? Вот именно в такой... Слушайте, усадка бывает у любого материала. То есть, это тоже... И это нормально. Потому что бывает, что сэндвич достают, и смотрите, смотрите, как болтается. Ну, 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 ладно. Во-первых, сама труба ходит, а температурное расширение... Она никогда не... Она сначала плотно стоит очень, потом она все равно движется. Она должна двигаться в отношении к наружному контуру. Но здесь больше усадка страшна, так скажем, если она вот так... В диаметре. А здесь такой усадки нет. То есть, она давит, да, стволом? Усадки по вертикали нет. Вот это важно. Потому что стол засядет немного... Потому что с этой стороны, ну, сколько там, 50-60 градусов. А связующая выгорает 200. В этом смысле... То есть, она на сужение, то есть, изнутри может немного... Да, да, да. Ну, вот она в рабочем состоянии такой стоит. А снаружи ничего с ней не происходит. И не должно происходить. Потому что... 70 градусов, а деструкция сведущая еще 200. Здесь никогда... Она всегда сохраняет здесь свою жесткость. Этот работает, этот работает, все работает. А, вот... Ну, это, струной режет? Конечно, струной режет. И вот и различные цилиндры собираем. То есть, она двигается как-то? Да, бегает, осторожнее тут. Быстро бегает. Остается обречь после производства цилиндров. Далейше мы ее измельчаем. И как сырье задуваем дымоходы. Часть дымоходов. То есть, часть дымоходов у нас ведет цилиндрами. Часть задувная. Причем, плотность задувных цилиндров от 160 килограмм. А плотность цилиндров 120. Просто цилиндры, они жестче. Ну, то есть, вообще, плотность, она дает... Ну, то есть, здесь она больше, там меньше. Плюс или минус? А чем больше плотность, тем лучше. Лучше, а все задуманные, чтобы были. Ну да, но небольшие серии проще делать цилиндры. Но плотностью 120. Это больше, чем достаточно. Ну, сейчас мы находимся в цехе окраски. И для того, чтобы получить качественную и долговечную окраску, нужно очень хорошо подойти к качеству подготовки поверхности. Из чего это состоит? В первую очередь, нужно вымыть дымоходы. А моются средствами специально? Да, специальной химией. Потом прополаскивается в двух водах. Последняя вода дистиллированная. Первая обычная вода. То есть, вторая вода обычная. Первая химия. Потом обычная вода. Третья емкость. Дистиллированная вода. Чтобы всю химию снять и весь жир. Это обезжиривание. На самом деле. Для того, чтобы акдезия была выше. Чтобы там никакой органики не оставалось. Чтобы, если останется органика, в процессе эксплуатации органика начинает, может гореть, увеличиваться в объеме и отслаивать краски. Если мы этого не хотим, а вы тоже это не хотите, чтобы заказчик ваш говорил, что он отслаился. И мы делаем специальные мероприятия, чтобы минимизировать такую возможность. А здесь получаем автоматическую линию, правильно? Ну, это слишком пафосно сказано. Автоматическая линия. Но это все идет на систему подвесок, конверов. Мы закатываем сюда партию. Она моется. Потом обливается. Обезжиривается. Потом сушится. У вас везде есть дневной свет, да? Да, мы везде сделали сами себе верхнее-верхнее освещение. Это просто удобно. Больше света. Меньше искусственное освещение. Да и приятнее находиться. Да, но сейчас тоже, это докадано, что сейчас электричество нет. Поэтому мы только под дневным светом. Мы под дневным светом. Так, еще здесь. Здесь это пульт у нас порошковой окраски. Пост-порошковой окраски. А мы помыли, получается? Да, помыли, высушили. А затем специальным образом развернули. Все это делали. Направили на порошковую окраску. А порошковая окраска, это, ну, она достаточно такая, так сказать, надежная. Она получается, как полимерная корка на дымоходе. Но имеет один минус. 200 градусов. Только для наружной поверхности. Там, где нет соприкосновения с дымовыми газами. Где не нагревается. Это может быть наружный контур сэндвича. Это может быть какой-то газовый. Не, колпак у нас до 600. Потому что пламя туда бьет. Ага, то есть выглядит. Да, отвод там сэндвича. Вот наружная поверхность. Где нет температуры. Все, что имеет температуру и возможность соприкосновения с дымовыми газами. Мы красим эмалью, температура 600 минус. То есть это по этой же линии все идет? Да, пойдемте дальше мы посмотрим. Ну вот, это все висит на покраску. Вот это уже помыть. Потому что, видите, серия не сделает. Серию это не сделать. Вот автоматическую линию. Они все разные. Кто-то хочет заказать серо-буро-малиновый. Где у нас тут образцы стояли. Розовые мы на выставке красим. То есть человек захочет, мы ему красим какой-то заказ. Можем покрасить. Поэтому серию не сделает автомат. Автомат. Ну, а допустим, розовый будет. Можно и как 600 подобрать, так и... 600-ю, 600-ю только черное. Черное только. Да, тоже нюанс есть. Да. Здесь у нас покраска. Ну, видите как. Но, к сожалению, светло. Тут бы все красиво сейчас светилось. Да. Вот мы тут, кстати, медные изделия мы покрываем специальным лаком. Для того, чтобы как можно дольше очищенная медь, цвет, качественная медь он сохранял. Потому что медь в течение недели-двух, особенно с водой, в таких условиях реагирует, это окисл будет. И вот это блеск медиа, он теряется. А здесь производится окраска с помощью фильтров, все фильтруется, вытяжка, окраска 600 градусов. Подсветить-то. Да. Вотсон, это что это такое название? Кто это? Вудсон. Это секрет. С днем рождения. Вы первый будете узнать. Поздравляем Вудсон, компанию, с днем рождения. С днем рождения мы для них специально решили взялать наш фирменный подарок. Не говорите до их дня рождения им, пожалуйста. Хорошо. Договорились. Пойдемте дальше. Ну и традиционно, тепло-фисухо нельзя представить бескачанной упаковке. Здесь покрашенная продукция, здесь термоусадочную пленку мы запаковываем. Вся крашеная продукция упаковывается индивидуально. Сначала в термоусадочную пленку, запекается, а затем заклеивается. Ну это упаковка. Не заклеивается, а упаковывается в гофр. Для крашеной продукции вся. Да. Потому что никогда не знаешь, в каких условиях будет транспортировать, а на крашеной продукции все недочеты, они будут видны сразу. Вот смонтировал, убрал пленочку последнюю, показал заказчику. Заказчик восхитился. Рассказал соседу, который у него какой классный дымоход, чтобы дальше и дальше, больше и больше было заказчиков у наших партнеров. Мы щепетильно очень подходим. Можно взять? Да, конечно. Сейчас уже сухая. Вот это амаль. На самом деле это амаль. И она практически, в общем-то, и не отличается от порошковой окраски. Вот это 600 градусов. А порошок 200. Но по цвету мы очень подобрали. Очень постарались. Долго процесс у нас занял. Но вот подобрали с цветом, чтобы они были издакры. Практически не отлетим. Даже немножко, она немножко темнее, моно. Но при первой протопке она все чуть-чуть посветляет и попадает в тон. Даже с учетом этого мы сделали. Не когда продавать, а когда эксплуатировать. Ну, то есть это тоже надо знать, получается, менеджером, что она будет еще ближе, когда начнет работать. Да, да. Ближе к совпадать с цветом. Полимер КМА. Ну и все, соответственно. Видите, у нас здесь хомуты. Все упаковывается в термоусадочку. Это заготовка для покраски. Сюда приехал. Упаковали, отдали на склад. Отправили потребителю. Качественно упакованы. Заполеченная, чтобы не шаталась, не терлась. Потому что краска об гофро, об гофрокартон, тоже может затираться. На трех тысячах километров, если она будет шататься, сотрется. Да. Особенно на выступающих частях. На маме, вот в этих местах. Где оба идут. Вот здесь. На маме, вот здесь. Где, в местах соприкосновения. И поэтому еще делаем. Они как раз на виду. Ну, вот это, смысл, может еще накрыться, наверное. Мы никогда не знаем, где это проявится, да? Где это будет. Неудобно монтажнику, если вот он монтирует, тихонечко ему надо спрятать. Зачем? Лучше поставить в пленочку, чтобы он получил изделие то, которое не стыдно монтировать. Для наших партнеров Печной Мир из города Иркутск. Мы специально продемонстрируем нашу новинку, которую мы презентовали на выставке Акватерм. Как он называется? Ну, это вообще комплект безопасного прохода перекрытия с функцией вентиляции парной. Такое рабочее, длинное название, как коротко мы еще не придумывали. Но, главная суть. Из чего же он состоит? Первое. Значит, состоит он, по нашим рекомендациям, из ППШ-Б. Где у нас ППШ-Б? Который позволяет получать перегретый пар, который можно подключать к запарнику, например, деревянному. Куда можно положить веник, травки. И паром бережно и нежно запарить веник или траву, получить хороший аромат. 40 литров горячей воды, которую можно использовать в банных процедурах. Это тоже новинный шпиль, я понял, да? Мы не так давно ее запустили, да? По просьбе у нас сначала был просто ППШ-Б, а нам нас попросили сделать... Горячую воду. Да, от горячей воды еще никто не устал в бане. И поэтому мы сделали вот такой элемент. Затем, главный элемент. Это называется УПШ. Вот он здесь нарисован. Вот, пожалуйста, он здесь. УПШ. Что же такое из себя представляет УПШ? Это входящие патрубки для воздуха. Четырехконтурная конструкция, в котором... У нас разрез есть. Вот, пожалуйста. В котором можно наблюдать входящий воздух. Как он... Откуда он входит, мы потом дополнительно рассмотрим. Входящий воздух опускается вниз, попадает в еще один контур. И затем, проходя, забирает тепло, охлаждает внутреннюю трубу, рабочую трубу. В данном случае, 115-го диаметра. Переходя в дальнейшем в тиск и аксиал термо. Вот у нас УПШ. Вот у нас труба тиска и аксиал термо. Как пример решения, дополнительно мы выпустили отвод. Например, если труба у нас по какой-то причине упирается, например, в конек. Можно двумя отводами обойти. Больше ничего и не нужно. Да. В чем ее суть? В том, что всегда узел, проходной узел ППУ, он всегда был источником пожара. За счет того, что мы его старались утеплить, забить изоляцией. И за счет этого он больше начинал нагреваться. И мы пошли от обратного. Не защищать изоляцией, а вентилировать этот узел. Для того, чтобы снизить температуру самого проходного узла. Кроме всего прочего, УПШ монтируется в ППУ. ППУ термо. Вот его конструкция. Здесь у нас 30 миллиметров изоляции, высота 300 миллиметров. 300 миллиметров. Затем мы имеем специальные подштамповочки, которые позволяют получить дополнительный зазор между металлом и листом СМЛ. С внутренней стороны проложен базальтовый картон 10 миллиметров. Сэндвич из оцинковки монтируется на базальтовый картон. Значит, тепловых мостиков здесь никаких нет. И это сквозь этот ППУ внутрь мы монтируем УПШ. Сам по себе УПШ. За счет того, что у него есть два нисходящие и восходящий поток воздуха, он сам по себе не нагревается. То есть воздух охлаждает УПШ. И дополнительно этот опасный узел мы монтируем с помощью ППУ термо. Откуда мы уже возьмем воздух для вентиляции, для конвекции? Очень все просто. Это ТИС-Вент, который представляет из себя прямоугольное сечение воздуховод с двумя тройниками, которыми можно регулировать как высоту, так и степень вентиляции парной, открывая и закрывая. А вопрос еще, насколько он эстетически выглядит, чтобы, допустим, в бане надо его прятать или можно стать открытым? Ну, мы, конечно же, рекомендуем его прятать под отделку, либо в каркасной бане, либо в бане под обшивку. Какую-нибудь сейчас очень модно декоративную обшивку. Мне лично нравится там типа леший, вот такая натуральная отделочка. И получается воздух, как вентиляция БАСТУ, воздух попадая, поднимается. Затем мы здесь проходим перекрытие. ТИС-Вент-П это потолок, ТИС-Вент-С это стена. Он может выходить сквозь стену и в потолок, в данном случае потолок. Затем сюда подключается алюминиевая гофра. Нужно ее обязательно заизолировать, потому что, как на этом примере, чердак должен быть холодный. Для предотвращения образования конденсата мы ее изолируем любым простым материалом. Любым. Урсой. Желательно фольгированный. Заизолировали и подключили, подключили к УПШ. То есть мы, тот воздух, который нам нужно удалить из парильного помещения для освежения его, мы его удаляем и им же начинаем охлаждать проход. Здесь он заходит, опускается вниз, сквозь перекрытие полностью. И начинается подниматься и охлаждая внутреннюю трубу. Через, да, как сел термо. И выходя вот здесь, вот в этом элементе, дефлектор, мы видим, что у нас есть возможность, воздух из-под этой специально защитного козырька, чтобы сюда влага не попадала во время дождя, например. Здесь такой элемент, комбинированный с ветрозащитой, сверху ставится и спокойно удаляется из помещения. Парилки в данном случае. Кроме этого, за счет того, что у нас два патрубка, у нас есть варианты использования УПШ. Например, можно заглушить это отверстие обычной заглушкой на 115. Можно продолжить эту гофру соседнюю гофрой к соседнее помещение с другим элементом вент, кис-вент, например, в мойке. Мойка, как самое влажное помещение в бане, одно из самых влажных, ее желательно просушить. И если у нас будет вентиляция, вытяжка из мойки, хуже этого дерева не будет от слова совсем. Вот такие у нас есть возможности в этом комплекте. Еще вопрос, можно сразу, пока здесь рядом с вентиляцией. До какого момента вентиляция работает? Допустим, печь топится, да, понятно, нагрелся дымоход, потянуло. Когда она уже прогорела, то есть, или она будет работать? В таком же, ну, будет слабее, по-любому, но работать будет, не будет вообще? Ну, естественно, она будет работать менее эффективно, она будет работать за счет перепада высоты. Ведь у нас, по правилам, не менее 5 метров от колосняка, 5 метров должна быть высота трубы, а там зонтик или дефлектор. Ну, понимаете, 5 трубы, или мы просто выведем вентиляцию сквозь стену, которая там 1,80 метра, то есть несколько раз выше. И еще температура, все-таки температура нагретой внутренней трубы, трубы за счет перепада температуры и высот дает значительно больше вентиляции. Ну, и после протопки печи, безусловно, за счет перепада по высоте все равно вентиляция остается. Ну, как в камине, если камин не топится, а руку поднести к поддувалу, мы все почувствуем легкий, легкий сквознячок, да. И, ну, пошли мы раз в неделю в баню. Ну, все, печка перетопили, пускай всю неделю она вентилирует баню, хуже не будет. Влажность уже есть избыточная, все равно, да? Все равно есть, она будет удалять избыточную влажность. И чем больше на влаге удалить эта система, тем дольше будет служить деревянная поверхность. Ну, в общем-то, вот вся новинка, это несложно, но изюминка, знаете в чем? В общем, в комплексном решении мы получаем безопасный проход перекрытия, который всегда горит. В основном горит проход перекрытия и в районе печки загорания происходит. Вот опасный момент. Затем, сама труба, тиска Axial Thermo, она же тоже меньше нагревается за счет конвекции воздуха, за счет слоя воздуха. То есть, долговечность внутреннего... Совершенно верно. Чем больше мы охладим внутреннюю трубу, тем с меньшей тепловой нагрузкой будет работать металл. А значит, дольше срок службы самой трубы будет дольше. Гарантию увеличиваете? Нет. А что такое гарантия? Ну, это, знаете, можно говорить о увеличении расчетного срока эксплуатации дымохода. Почему? Потому что мы же не знаем, чем будут топить печь. Да, уголь же может. Чем? Углем, остатками строительства, клеем. Поэтому эта величина такая расчетная. Но однозначно можно сказать, что чем меньше температура будет внутренней трубы, тем дольше она прослужит. Бонус, значит. Бонус. А еще один бонус. Ведь мы получаем автоматическое увлажнение на ППШП с помощью ППШБ. Нам всегда нужна горячая вода. И нам всегда в фоновом режиме перегретый пар будет поступать в парельное помещение. И за счет этого мы будем меньше подливать на камни, чтобы создать атмосферу. А энергию камней будем тратить на парильные процедуры. А не выравнивая температуру и влажности парной после проветривания. Но вот здесь тоже так глубину чувствуется, да, наверное. Ну, это так уже для зрителей, что кто-то у вас, так скажем, увлекается очень глубоко баня. Потому что эти процессы, это же надо самому прочувствовать. Ну, и видеть, что улучшить. То есть, и как это улучшить опять же? Ну, Максим, вы знаете, мы, наша компания 10 лет, или 11 лет, я уже сбился со счетом, была участником банифеста. И волей или неволей окунаешься в эту атмосферу и прислушиваешься на банифесты к каким-то запросам, к трендам, тенденциям. И всегда думаешь, а как же сделать лучше? Как же сделать лучше? Ну, то есть, контакт именно с предпринимателем прямой, вы слышите, и уже работает. Да, да. Эксплуатации бани, самих пармастеров, что им нужно, какие запросы у них. Он пошел запрос на вентиляцию, чтобы не только через окно можно было, не только открывая дверь, но постоянно. Ведь эта вся энергия, она дармовая. Мы же ее все равно выбрасываем, мы все равно улетаем. Давайте ее использовать на благо попарящихся. Идея очень нравится вообще, но мы, это тоже, наверное, для зрителей больше, мы строим бани, и вот сейчас прямо вижу, что этот узел, ну, будет нашей фишкой, наверное, что ли. Никогда не делали, но я сейчас сделаю так, чтобы он как раз в данном виде, как с нагревом воды, так с защитой, так и с вентиляцией использовался у нас в бане. Хочу сказать, зимой, если сюда положить снег, он не должен таять, либо таять очень и очень медленно. То есть, это значит, о чем говорит этот факт? Не нагревается эта поверхность, риск пожара значительно уменьшается. Я даже не понимаю, чему здесь гореть, если снег не тает? Как? Да, тает снег при какой температуре? 0 градусов получается? Ну, примерно, да, примерно, ну, если еще горячее дыхание. А, кстати, вот это, про дыхание, да? Да. Мы же создаем тем самым разряжение воздуха, ну, это как и во всех вентиляциях, соответственно, не горячее, а второе дыхание, да, оно тоже будет работать лучше, то есть, если у нас, о приточке, да, мы не сказали, она может служить как единственной приточкой, соответственно, она будет прямо, наверное, хорошо. Да, если в комплексе, вот мы рассуждали сегодня с вами, если мы делаем второе дыхание, даже если у нас не работает или закрыта приточка под печью, то, по сути дела, вытяжка будет втягивать через второе дыхание свежий воздух под лицо или на лицо парящемуся. Но, при этом, хочу сказать, что обязательно нужно делать приточку. Принцип один, сколько ушло, столько должно и прийти. Да, то есть, с разряжением, ну, вакуума не будет. Да, вакуум не может быть, он не будет работать, вытяжка не будет работать, значит, нужно обеспечить тем или иным способом открытое окно. Самый лучший вариант, это приточка под печь в парельном помещении, чтобы у нас был свежий воздух и подогретый, и подогретый. Как это сделать, это масса возможностей, здесь существует у монтажников, и, скорее всего, свои секреты, и мы думаем на том, как бы нам сделать какой-нибудь комплект для приточки. Полный, получается, комплекс. Да, чтобы комплекс был. Ну, и ждем ваших советов, как монтажники. Я думаю, что здесь мы, наверное, и подытожим сегодня. Были в городе Перемь производство теплов и сухов. Сергей Геннадьевич провел нам экскурсию, пусть не полную, да, есть везде свои секреты, но что-то мы подсняли, вживую посмотрели, сами без камер. То есть, да, все делается качественно, используется много оборудования, и сама компания не стоит на месте, то есть она развивается. Видно, что, может, через пять лет объема будет в десять раз больше, да? Спасибо за такой прогноз. Я бы хотел, чтобы ваш прогноз сбылся раньше. Ну, ладно. Ну, все, всем пока. С вами компания Печеномир. Сегодня был обзор на компанию Теплов и Сухов. Спасибо. Ладно. Еще раз. Спасибо вам.